Привет, это территория IPTV. Совсем недавно у меня на канале был обзор простой компьютерной мыши, которая является беспроводной, обладает бесшумными кнопками и высокой чувствительностью до 4000 точек на дюйм. Так вот, друзья, многие в Telegram-чате, кстати, ссылка будет находиться в описании под видео, есть Telegram-канал и канал на Яндекс.Дзен, где выходит много новых видео, подписывайтесь. Также ссылка на эту мышь, которая сегодня будет на обзоре, также будет находиться в описании под видео. Так вот, обратите внимание на вот такую маленькую мышь. Это уже компактный вариант, который подойдет вам для того, чтобы просто даже положить эту мышь к себе в карман и спокойно пойти по своим делам. Также до 4000 точек на дюйм здесь доходит чувствительность. Почему до? Потому как вы сами можете регулировать эту чувствительность, нажимая на вот эту кнопку снизу. Здесь есть несколько режимов. Это визуально будет выражаться в том, что курсор мыши будет двигаться быстрее либо медленней и поможет также, если вы будете использовать эту R-мышь для TV-боксов. Потому как при переключении экрана в 4К разрешение у вас становится курсор маленький и, соответственно, надо больше усилий прилагать для того, чтобы курсор переместился, например, из левого нижнего угла в правый верхний. Здесь увеличиваете просто чувствительность и курсор будет двигаться быстро. Это полезно. А почему для TV-боксов и почему второй обзор на подобную мышь? Особо ведь они ничем не отличаются. Напоминаю, что предыдущая мышь выглядела вот так. Давайте их сравним. Почему компактная? Потому что, обратите внимание, здесь по высоте есть достаточно ощутимая разница. Для компьютера повседневные работы, домашние, можно использовать и вот эту мышь. Ссылка на нее будет также в описании под видео. Я обзор был недавно на канале. А вот для работы и можно будет использовать вот такой компактный вариант. Вот так она разбирается. Здесь находится USB-донгл для подключения к компьютеру, к ноутбуку. Можно подключать к TV-боксу. Поддерживается здесь и Windows, и Linux, и Android. Почему для TV-боксов тоже это лучший даже вариант, чем та мышь, которая была раньше на обзоре? Дело в том, что здесь поддерживается и Bluetooth. То есть, можно подключать не только через USB-приемник, а можно вообще освободить все USB-слоты в TV-боксе и подключить ее по Bluetooth. Также, конечно, это будет работать и на ноутбуке, что, конечно, здорово. Внизу мы видим с вами вот такие небольшие вставки, которые позволяют этой мыше скользить по поверхности. Поверхность может быть любой, от дерева до стекла, включая, конечно же, и резиновые различные коврики. Здесь есть кнопка включения-выключения. И давайте послушаем, как звучат эти кнопки. Напомню, что производители Ugreen позиционируют эту мышь как бесшумные. Опять же, давайте сравним с вами с мышью Logitech. Тоже, в принципе, хорошая мышь, но послушаем, как звучат кнопки у нее. Я думаю, что разница очевидна, тем более, что сейчас вы слушаете это близко к источнику записи. А если будете просто пользоваться этой мышью, то, конечно, кнопки практически будут бесшумные. Обратите внимание, здесь сделано колесико из алюминия. Это действительно качественный продукт. Опять же, как и в том обзоре предыдущей мыши от Ugreen, заверяю вас, что это абсолютно никакая не реклама. Просто хорошие вещи. Мне действительно фирма это нравится. Заказываю постоянно вот такие различные маленькие вещицы, которые действительно могут позволить сделать жизнь лучше. Всего 800 рублей, и вы получаете возможность, например, играть, либо работать ночью, когда все ваши домашние спят. Отличный вариант. Кстати, выпускается мышь в трех цветах. Зеленый, серый и черный. Я взял себе черный. Больше мне такая понравилась. В принципе, и для ТВ-бокса подойдет такой компактный вариант, потому что она и легкая, во-первых. Во-вторых, можно хранить ее в каком-нибудь невысоком ящике, если у вас такое, например, есть рядом с телевизором. Все эти мыши не требуют никаких драйверов, просто подключили их в USB-порт, компьютеры, и можно про установку сразу забыть. Все будет работать автоматически. Что ж, вот такая вот мышка. Напоминаю, что ссылка будет находиться в описании под видео. Если видео оказалось полезным, подписывайтесь на канал.